Привет, кстати, а мужчина, отличная погода в Москве, солнце, наконец-то, вот, и уже запахло весной, как в той самой песне, запахло весной, вот, на самом деле, если серьезно, значит, новость следующая, завтра уже стартует тренинг, онлайн формат, свидание, уровень бог, это два дня, мы вместе с девушкой будем рассказывать тебе о свиданиях, то есть, и я буду показывать, объяснять, демонстрировать и так далее, и так далее, это самая крутая информация, которую ты можешь получить по этому поводу, если ты еще не успел вписаться, ссылка под видео, вписывайся, торопись, ждем только тебя, и завтра увидимся в тренинге свидания, уровень бог, 12.00 стартуем. Приветствую еще раз, тема следующая, тема тупников при знакомстве, я тут наткнулся на мега сайт, не буду говорить название, чтобы не обижать владельцев сайта, вот, там кто-то, некто советует определенные способы для того, как познакомиться с девушкой, то есть, и сейчас мы до них доберемся, я сейчас оставлю какие-то свои комментарии, здесь есть начало, пожалуй, этого видео, оно выглядит следующим образом, мы тут наткнулись с товарищем на некую Ольгу из Тиндера, которая, наверное, все-таки устала от того, что вы все пишете одну и ту же хрень женщинам, ну, вы-то, я уж, надеюсь, не пишете, вы же прокачались, вы же смотрите мой канал уже довольно давно, то есть, ну, те мужчины, которые не в курсе, ваши какие-то знакомые, они пишут одинаковую хрень в сайтах знакомств, то есть, и рассчитывают на что-то, девушка пишет там, я там закончил такой-то институт, адвокат, бухгалтер, это первый мой день на сайте, читаю смс, красотуля, она пишет, затрудняюсь сказать прилагательное это в русском языке, но что точно знаю эпитеты, обаяшка, очаровашка, они не вызывают у меня желание отвечать, то есть, да, реально так, мы же делали, что, мы создавали аккаунт от девушки, причем многократно, и смотрели, что мужчины пишут в сайтах знакомств, то есть, когда парень пишет вот такое, да, действительно, почему девушка должна на это ответить, то есть, если женщина считает себя красивой, для нее это как, ну, какое-то обычное банальное подтверждение собственной красоты. У автора смс красивая, могу спросить, это мысли вслух? Ну да, красивая, и что, это то же самое, что проехать на машине мимо идущей по дороге девчонки с длинными ногами, ну, прям, посигналить вот так вот и уехать, то есть, это зачем? Видимо, в этом есть какой-то скрытый, сакральный смысл, который недоступен нам, обычным смертным. Девушка пишет, значит, такой вопрос, привет, как дела, как настроение, что делаешь? И она же пишет, вспоминай, когда я задолжал отчет. Она умная, ну, она с юмором, это не то общение, которое мне интересно, думаю, вам так же скучно, то есть, девушка вам сама прямым текстом говорит, ребята, вы задолбали нести чушь при знакомстве, вы задолбали, что вживую, что в соцсетях, что в сайтах знакомств, писать одинаковую тупую хрень, потому что вы реально не знаете, что писать, ну, как бы, включите хотя бы голову или фантазию. Ну, что касается сайта, о котором я говорил, то есть, я хочу прокомментировать некоторые, тут больше ста, на самом деле, оригинальных фраз для знакомства с девушкой, я цитирую. И вот, первое, ты не могла бы улыбнуться, а то на улице темно. В смысле, у нее то, что, морской прожектор какой-то, она открывает рот, и в Северной Корее сразу ночью становится светло, или что, блин? Или у нее, Аня, у нее атомный реактор, короче, который вырабатывает электричество. Волш, красноярская ГРЭС во рту, что значит? Тут написано в скобках, любая девушка растает. Отлично, надо попробовать. Следующее, как тебе это удается? Так хорошо выглядись. В скобках, стопроцентный вариант. Сука, а я-то 10 лет учу мужчин, как бы, каким-то способом знакомства, а все оказывается так просто. Блин, следующий вариант. Какая прелесть. Это ваши ноги? Бля, мне кажется, этому чуваку надо выступать, как минимум, не знаю, вместе с Коклюшкиным, с Петросяном, и с Региной, не побоюсь этого слова, Дубовицкой, потому что... Нет, блядь, это, ну, ноги у соседки взяла по общежитию. Сегодня поношу, как бы, завтра постираю, верну. Зачем ты прекратила улыбаться? Я только влюбляться начал. Вы записываете там, я надеюсь, ну, это же ценная информация. У вас до этого молодые люди у ног не ползали. Вот человек, который писал эту статью, наверняка, ну, живет с резиновой женщиной. Ну, что я могу сказать? Ну, потому что, ну, используя такие фразы, мне кажется, как бы, единственное, что тебе девушка может на них ответить, она тебе скажет, Чувак, револьвер с собой, ты понял, да? Застрелись. Вот. Следующее. Можно я на вас посмотрю? То есть, я так понимаю, автор предполагает, что после этих слов она такая, говорит, конечно. Остегивает, достает сиськи, и, ну, кого-то нет, правда. Показывает там снизу, говорит, ну, клоняется, говорит, как, нормально? Клево? Конечно, мне так нравится это. Следующее. Ты так красиво, что я забыл фразу, с которой хотел подойти к тебе. В скобках пояснений автора. Обезоруживает девушку однозначно. Сука. Ну, это пиздец, да, я считаю? Ну, только это, сам сайт надо, блядь, не показывать. Ну, ты кусочек какой-нибудь вырежешь, там, не знаю, тебе просто, чтобы не блюрить, блядь, может, не надо? Хотя, почему я должен вы не показывать? Ну, да. Да? Давай покажем. То есть, блин, реальные советы, вот чуваки не знают, и профессионалы, просто профессионалы советуют. Ребята, вы зайдите, запишите, нафиг. Да, мужчины, это еще раз говорит о том, что, ну, вообще интернет это такой очень сильный фейк, и вам нужно очень выборочно относиться к выбору информации, которую вы оттуда получаете. Сейчас есть такой момент, что любое дерьмо может проникнуть туда, как бы, и кто-то же начитается вот этого, пойдет, сделает это, получит еще больше, ну, не знаю, стеба негативного результата и навсегда перестанет знакомиться с женщиной. Поехали дальше. Вы, наверное, заводила, по крайней мере, меня вы страшно заводите. Заводила, блядь. Заводила, ну, у меня в первой ситуации слово мудила, то есть, заводила как-то звучит, знаешь, слышь, заводила, сюда иди. Я сказал, сюда иди. Вы, так, а сейчас, многих уже сегодня отшила, я пока только трех, ну, и наглые же девушки пошли, сука, вот. Она, наверное, в этот момент должна подумать, блин, вот это да, чувак востребованный, к нему подходят три девушки, то есть, три бомжихи на Курском вокзале подошли и сказали, есть на бухло. Вам муж нужен? Ну, это, блядь, уже, по-моему, классика жанра. Она отвечает, нет. А, и ты должен ответить следующее. О, тогда мне именно к вам. Блин, вот это жесть. Да, это, короче, это целая комбинация, которую нужно дома готовить и с ней выходить в поле, не знаю, может, в лес. Привет, как ты думаешь, мы будем похожи на молодую динамичную пару? Динамичная пара, это как понять вообще? То есть, слово динамичная, сука, это вы такие, короче, знаешь, просто... Ну, динамичная, может быть, не знаю, там, экономика, динамичная, может быть, там, стройка, динамичная, может быть, танец, я не знаю, что, динамичная пара, это, конечно... Поехали дальше. Помогите мне сходить налево, грубовато, они пишут в это... То есть, люди, которые пишут пояснение в скобках, значит, скорее всего, они это протестили уже. Помогите мне сходить налево, грубовато, но может прокатить. В смысле, вы не налево? Не знаю, но если ты дедушка, там, обосный, там, какой-нибудь 80-летний, наверное, да, это прокатит. Ваше платье классно на вас смотрится, но лучше оно будет смотреться на полу моей спальни. Я думаю, это реально стопроцентный вариант. Вот сейчас просто вот, ну, чем мне хочется, но мы это сделаем в следующий раз. Это выйти и опробовать все эти фразы на женщинах, посмотреть, как они будут реагировать. Подходит только для реальных бабников. Так что, если ты не реальный бабник, ни в коем, ни в коем случае не вздумай использовать эту фразу. Ни в коем. Интересно, а реальный бабник, то есть, это какой-то у него аттестат есть, у него есть, там, курсы реальных бабников, то есть, у него есть, там, реальный бабник шестого разряда, третьей категории. Я посмотрел в словаре синоним слова «прекрасное». Твое имя тоже там было? Мне кажется, после этого надо просто упасть в ноги и начать целовать ее ботинки. А что вы будете делать сегодня вечером после того, как мы с вами познакомимся? Не знаю, запрусь в бункере, запасусь едой на год вперед и буду пережидать, пока вот ты не познакомишься с кем-то еще. Надеюсь, молиться, что, сука, ты забудешь о нашем знакомстве. Девушка, вызовите, пожалуйста, скорую, меня только что Амур подстрелил. Сейчас, мне надо успокоиться. Сори, что камера трясется, извините. Ну, я не буду это комментировать, не знаю, что сказать. Лучше бы тебя дагестанец на улице подстрелил. Дагестанец. Девушка, вы не знаете, как пройти к Эфилевой башне? Я представляю, ну, какой-нибудь, на вскидку, небольшой город России. Я люблю Ульяновск. Ульяновск. Два часа ночи возле клуба, не знаю, подходит пьяный мужик и говорит, девушка, вы не подскажете, как пройти к Эфилевой башне? Ну, мне кажется, это стопроцентный вариант просто. Девушка, срочно требуется ваша помощь. Дело в том, что я собираюсь утонуть, и ваши глаза для этого как нельзя лучше подходят. Я бы лучше сделал версию. Версия про. Девушка, знаете, я хочу сходить на рыбалку, на карпа. Поблеснить, блядь. Купил себе резиновую лодку. Червей. И ваши глаза для этого как нельзя лучше подходят, блядь. Так, девушка, вы вчера хорошо спали и даже не ворочались, а то я всю ночь не мог уснуть в ожидании нашей встречи. Блядь. Не хватает. Держи пари, держи пари, что вы упрямая натура. Я прочитал в одном журнале, что девушки, которые носят круглые серьги, красные штаны, зеленые сумки и что угодно, другое очень упрямые личности. Большинство людей считают себя упрямым, поэтому разговор очень легко завязать. Это уже похоже на горлом, то есть на какую-то технологию. И подскажите, в какую сторону нужно пройти, чтобы познакомиться с одновременно привлекательной и умной девушкой. Мне кажется, нужно пойти нахуй. Таким, говорим, серьезным, отчаянным лицом. Вам нахуй, молодой человек. Вот там, туда. А, смотри, и тут есть дальше продолжение. Он спрашивает туда, потом он, короче, показывает в другую сторону туда и говорит или остаться здесь. И улыбка такая. Сука. Мне кажется, после этого она скажет, ты любишь анальный секс? Я тоже. Пойдем. Привет, я согласен. Ну, это самая короткая фраза. Просто представляю, идет девушка красивая, да, там, например, ну, допустим, какая-нибудь модель, ну, такая бесисик, прыщавая, все как, ну, как обычная модель такая, нормальная, плоская, с никаким лицом, прыщавая, ну, модель. И ты подходишь и говоришь, привет, я согласен. Нет, ты выходишь из трамвая, короче, и говоришь, привет, я согласен. А вы не помните, а, вы не помните меня, я жил по соседству, нет? Неудивительно, ведь я никогда не жил с вами рядом. Может, у нас все впереди? Че, блядь? Привет, я твоя мечта. Дэнчик, есть календарь? Да, там, там, это, снос какая-нибудь, есть? Не, просто, привет, я твоя мечта. Не, ну, а там скобка. Да нет, ничего, понимаешь, просто привет, сука, я твоя мечта. Для уверенных. А, ну, надо было пояснить, да, это для гиперуверенных. Подойдя достаточно близко к девушке, можно поставить минуту-другую с видом человека, думающего о чем-то своем, а затем ошарашить, ошарашить несчастную, невинным вопросом. Мне кажется, вот терминология, вот и слова, использованные здесь, говорит о том, что ловелас, писавший этот текст, ну, далеко за 50. Потому что ошарашить невинным взглядом, это как-то больше к пушкинизму из раннего, то есть вот оттуда, да. Девушка, можно я за вас подержусь, а то от вашей красоты у меня ноги подкашиваются. Блядь. Тут что ни фраза, то вот я, будучи мужчиной, уже хочу ему дать. Не то, что, блядь. А если бы я был женщиной, мне кажется, я бы уже просто был в ногах у него просто. Ты сможешь себе простить, если я не познакомлюсь с тобой? Мне будет трудно. Девушка такая задумается, скажет, ну, ты знаешь, наверное, лет 5 из моей жизни выпадет, да, я буду, ну, я буду лежать в психиатрической клинике, в клинике неврозов, то есть меня будут лечить, я буду переживать, но время лечит, да. Значит, ребята, дальше я подобрал какой-то свой список, ну, самых, на мой взгляд, нелепых искажений вот этого естественного, легкого процесса общения с девушками, знакомства с девушками, который должен быть поистине легким и простым. Первый способ, я его называю способ няшка или тысяча градусов милоты, это когда мужчина нормальный, уверенный в себе, классный, круто одетый, подходит и начинает там из себя что-то, ну, здравствуйте, вы такая милая, а можно, а вы разрешите, я хотел утонуть в ваших глазах, как это было выше сказано, там, поцеловать ваши ноги, не знаю, отсосать у вашей собачки, по-моему, это кобелек, а сучка, ну, значит, ну, не будем, ладно. Вот, ну, это бред, ребята. Следующий способ, который некоторые мужчины применяют, ну, они, знаете, его применяют на тех женщинах, которые им на самом деле не нравятся, то есть те, которые нравятся женщины, они их просто обезоруживают. А на женщинах таких средненьких, это мачо-мен 80-го уровня, когда мужчина подходит, там, говорит, «Ребят, я так подумал, ты достойна того, чтобы я записал твой телефон». Ребята начитались некоторых книг, ну, это херня не работает, хотя зачастую это вообще в их фантазиях. Вот он стоит, смотрит, он вот это воображает, привет, а на самом деле он так раз очнулся, понял, что он никому не подходил, понял, что просто мимо идет девушка, и он использует способ, который называется «затаившийся карась». Это вот так вот. Это максимум, в принципе, что чувак делает для того, чтобы познакомиться. Следующий способ – переглядывание. Его можно назвать «стрелок глазами». То есть есть некоторые мужчины, когда девушка сидит в кафе, там, в ресторане, они начинают посылать месседж. Ну, там, допустим, добавился в друзья, не знаю, ждет от девушки какой-то ответной реакции. Можно туда еще этот, там, ММС-кой отправить какой-нибудь, не знаю, фотографию себя голым в ванной. Можно там вот так вот делать. То есть там целый язык. Это некая азбука Морзе, когда ты там вот так вот, ну, так вот говоришь «Привет, ты классная? Сегодня свободно? Нет? А завтра? А вот тебе еще, не знаю, а вот твои глаза очаровательны». Некоторые используют реально такой способ. Возможно, в одном случае из 100 миллиардов тысяч, триллионов, он работает. Отличный способ, попробуйте. Самое главное, ребята, я хочу, чтобы вы себя узнавали сейчас вот во всех этих способах, чтобы реально, ну, это невозможно себя не узнать. Мне кажется, что я все такие более-менее какие-то известные мне способы перечислил. То есть и, ну, постебитесь над собой. Это же круто. Вообще, я считаю, что сильный человек может стебаться над собой, поэтому вы можете дальше продолжать себя наебывать и говорить «Нет, это не про меня. Я это знаю, там, вашей маме зять не нужен, там, все прочее». Но можете продолжать жить с этим, можете стебануть себя и, наконец-то, что-то изменить в своей жизни. Прийти один раз, пройти обучение и забыть о всей этой херне раз и навсегда, как о страшном сне. Следующий способ, ну, называется «мужчина-спринтер». Это когда-то, ну, это обычно так грешат начинающие пикаперы, когда они подбегают к девушке. В этот момент их жестко колбасит, потому что они не проработали момент внутреннего состояния, а как бы они погнали, выдохнули. И они очень быстро говорят «Привет, ты классная, я спешу, давай свой телефон». Ну, спешишь, спеши дальше, в чем проблема. «Давай свой телефон, я тебе позвоню» и так же и убегает. «Че? Кто?» И девушка такая «А, ну, ладно, мне показалось». И, то есть, какие шансы на то, что эта женщина потом возьмет телефон и скажет «О, да, конечно, я так ждала твоего звонка». Чувак, то есть, ты должен запомниться. И вот этот способ спринтера, то есть, способ быстрого взятия телефона, убегания, то есть, он ни к чему тебя не приведет, то есть, это утопия. Что ты будешь делать на свидании? Ты так же прибежишь, я не знаю, закажешь чай и скажешь «Ну, все, мне пора, и убежишь, что ли?» Ну, это стрёмно. Есть способ, который мужчина часто применяет, называется «Поделись телефоном». То есть, ну, я вот искренне не понимаю, там, у тебя есть телефон, там, не знаю, вот этой девушке, да, и я ей позвоню, то есть, ну, я думаю, девушка должна быть крайне невостребованной, чтобы вот на такую херню повестись, потому что она такая сидит, какой-то Вася ей пишет, она такая «О, точно, наконец-то у меня будет свидание, наконец-то меня пригласят, я пошла побрею ноги, пока соберусь, бл***ь, чего? Ну, как бы, это что, парикмахер, это что, автосервис, что значит, там, дай мне номерок, там, что, стоматолог, что ли, не знаю. Ребят, вы что, ёбнулись? Следующий способ, из машины некоторые знакомятся, но это уже тут даже делится на подвиды, я бы там сказал категория А, категория Б, то есть, категория А – это извозчик, это когда мужчина подъезжает на машине, ну, тем более, как бы, Део Матиста, он вообще один в городе, такой машине грех не подъехать, и предлагает девушке подвезти, то есть, в надежде на то, что потом она за это оставит ему телефончик и так далее, девушка, давайте я вас подвезу, она говорит, а вы знаете, а мне в Хабаровск, куда? В Хабаровск, ну, тут всего 8 дней ехать, мне недалеко, подвезете, он говорит, ну, конечно. Мужчина везет на одежде заполучить заветный телефончик, но это еще не самый большой бред, то есть, больший бред, я считаю, это категория Б, это сигнальщик, это когда мужчина едет параллельно с девушкой вдоль дороги, ну, уже проехал там 3 квартала, 5 перекрестков, она идет, и в это время, ну, есть там вариации, некоторые делают там, ну, это парни с горы в основном, некоторые просто подсигналивают и пытаются из машины что-то сказать, а если вы общались с человеком, сидящим в машине, я, кстати, в этот момент искренне сопереживаю работникам ДПС, потому что, ну, нихрена не слышно, реально, ты что-то говоришь, это пространство, оно звук поглощает, и девушка идет и видит следующую картину, как, ну, машина непонятная, да, подозрительная, с опущенным стеклом, она периодически сигналит, оттуда какой-то чел что-то орет, но это выглядит вот так, и она думает, ммм, то есть, что она должна в этот момент подумать, то есть, она, скорее всего, думает следующее, либо чувак опасен, ну, то есть, он не может выйти из машины, зачем он не выходит, может, у него там дагестанцы на заднем сидении, бред, там, не знаю, пятером сидят и ждут, может быть, человек, ну, не уверен в себе, и он боится, зачем ей такой мужчина, либо ее может это унизить, то есть, что ты думаешь, что вот я иду, я девушка, да, и, то есть, тут мне кто-то начал сигналить, я, тем более, это коричневый Рено Логан, ммм, это то, о чем я мечтал, и она такая, о боже, это же коричневый Рено Логан, а-а-а, и она должна сразу подбежать, сказать, ты знаешь, Феррари, Ламборгини, там, Порше, это все говно, я никогда в жизни не ездил на коричневый Рено Логан, и боже, спасибо, спасибо, что ты прокатишь, что она должна подумать, блядь, ну, и самые убийственные способы, я говорю, это когда мужчина просто проезжает мимо, проносится на крейсерской скорости, мимо девушки и сигналит, ну, на что-то, это, это, это просто интересно, или он на что-то рассчитывает, это, короче, хитрый ход, представляешь, ты стоишь, вот ты, ты проехал, посигналил, стоишь на светофоре через два квартала, и эта девушка догоняет тебя, такая, значит, запыхавшись лицом, говорит, чувак, ты был так быстро, наконец-то я тебя догнала, открывай дверь, и я отсосу, по-быстрому, ну, мне еще на работу, там, не знаю, на совещание, бля, вот, есть, конечно, оригиналы, да, это те, о которых я вам сейчас только что говорил, там, а ваши родители случайно не пожарные, потому что где они взяли такой огонек, а ваши родители случайно не охотники, может быть, они меня застрелят, избавят меня от мук, бля, сейчас, девушка, а что вы будете делать сегодня вечером после того, как мы с вами созвонимся, после того, как я возьму ваш телефон, ну, я возьму телефон, помещу его в раствор соляной кислоты, вытащу оставшуюся от телефона субстанцию, не знаю, подожгу ее, прах соберу в розовый платочек, отнесу, закопаю в соседнем парке, и еще над этим, над этой могилой произведу обряд, пожертвую своим этим котом-мурзиком, то есть принесу его в жертву, лишь бы только, сука, ты никогда на этот телефон не позвонил. Следующие, ну, как бы, ребята, это дарители, которые считают, что сам по себе он, как личность, ну, настолько, видимо, неинтересен, что он обязательно должен прилагаться в комплекте с чем-то. Это магазин на диване, если вы закажете прямо сейчас, мы вам подарим еще два ножа по резке капусты, блядь. На сайтах знакомств, значит, смотрите, ну, способ называется «я конченый кретин», это когда мужчина просто подмигивает или там есть подарочки, такие, виртуальная розочка, виртуальная хуйня какая-то и так далее, то есть что должна женщина подумать, что он настолько вот, ну, имбицилин, что он не знает даже, что, блядь, как слово «привет» пишется, он такой «привет», так, да ну нахуй, лучше просто подмигну. Вот, а есть вариант, то есть лайкальщики так называемые, то есть это тоже распространенный способ, там в Инстаграме где-то еще ты просто лайкаешь фотки, то есть она на них либо отвечает на эти лайки, то есть тоже тебя лайкает, либо нет, и как бы, ну, это может привести к тому, что ты просто год будешь лайкать ее фотки, потом ее, я не знаю, полгода не было в Инстаграме, и тут она выкладывает фото с двумя этими, с близнецами и с мужем, короче, здоровым бородатым. В этот момент, мне кажется, прекращаешь лайкать ее фотки, думаешь, так, буду лайкать фотки другой женщины, вдруг мне повезет и к 2048-м я все-таки найду себе жену. Есть, короче, вот самый мой любимый способ в сайтах знакомств, ну, это редкие, редкие, крутые мужики могут себе это позволить, это когда он пишет, ну, я делал женскую страницу, и мне писали такое, давай завтра вечером я возьму вино, ты оденешь красивое белье, и мы встретимся, ну, например, там, в хостеле имени Бобруйска, ну, или там у него на квартире. Вот мне интересно, ну, какое количество девушек из ста пишет ему, боже, я уже еду, блядь, что, на что этот мужчина рассчитывает, то есть, ну, какая уважающаяся женщина должна вот этому дебилу написать, конечно, куда мне приезжать, ну, проститутка, да, блядь. Самое интересное, что в жизни вот этот вот тиндерный мачо там или кто-то, то есть, он, скорее всего, ну, он трансформируется в кого-то другого, он применяет либо модель спящего карпа, либо модель няшки, либо модель кого угодно, ну, то есть, он в жизни общается вот так, я не знаю, блядь, чем они думают и, как бы, какая конверсия, то есть, эта конверсия называется, там, одна из тысячи согласится и приедет, и в итоге приедет, не знаю, животное какое-нибудь весом 180 килограмм с волосатой спиной и скажет, слушай, там просто были не мои фотографии, но ты же пригласил, я здесь. В основном там используется способ я чемпион мира по подкаблучничеству, это когда парни устраивают конкурс, кто лучше сделает комплименты, вы прекрасны, ваши ноги похожи, не знаю, блядь, на руки. По сути дела, мужчины, вы в этом не виноваты, да, ну, вас такими сделала жизнь, общество, социум, там, мамин воспитание, еще кто-то, еще кто-то, то есть, у вас, вашей ответственности нет в этом, но реально есть ваша ответственность в том, что оставить все как есть, продолжать вот такие вот клоунские вещи, а я наверняка знаю, что, как бы, вы себя узнали по-любому. Либо один раз все изменить, как бы, прийти, прокачаться, записаться на тренинг, в частности, тренинг, который будет посвящен свиданиям, это 10-11 марта, тренинг называется «Свидание. Уровень. Бог». Здесь вопрос знакомств мы обсуждали, ну, вопрос решить со свиданиями на этом тренинге получится, а на всех остальных мы решим с вами вопросы касаемо свиданий. Я вас всех приглашаю 10-11, ссылка для записи под этим видео, это будет онлайн формат и живой формат. Увидимся, пока. Субтитры подогнал «Симон»!